В основном проекты партии социальные и инфраструктурные отмечают единороссы. Сегодня акцент на особую категорию горожан. Это участники и ветераны Великой Отечественной войны. Все до единого наши участники Великой Отечественной войны, участники фронта получат путевки. Все и жены участников получат путевки по желанию своему на оздоровление в наших санаториях. А также узники канцлагерей, желающие получить бесплатное оздоровление, обращайтесь в советы ветеранов. Кроме этого, молодогвардейцы, наша юная армия, в данном случае сейчас юная армия, это практически вся наша молодежь, пойдут по нашим семьям ветеранов, участников войны и оказывать будут помощь. Один из главных проектов «Единой России» – историческая память, в рамках которого к 9 мая будут отремонтированы все памятники победы в Сочи. И вообще, к 72-й годовщине победы на курорте пройдет масса новых и, что важно, креативных проектов. Такую задачу перед организаторами поставил Анатолий Пахомов. Он уверен, молодежь для участия в патриотических мероприятиях нужно заинтересовать. Говоря об успешно реализованных проектах, подвели итоги работы народного контроля, членами которого являются волонтеры, общественники и единороссы. Активисты регулярно проводят мониторинг цен на медикаменты, тарифы ЖКХ и продукты. Стоимость последних в определенных магазинах заметно поменялась, отмечают инспекторы. А еще под контролем местного отделения партии «Единая Россия» – самострои, мусорные свалки и даже автохлам. Положительные результаты показывает и городская программа «Я люблю Сочи» – проект партии, в который активно включилась сочинская общественная организация «Лига женщин. Мост добра». Одобрили на полицовете и совсем новую инициативу секретаря партии. В микрорайоне Макаренко скоро появится парк культуры и отдыха. Место для реализации нового проекта по просьбе мэра подобрала Людмила Шестак – общественный советник городоначальника. Правоустанавливающие документы на данную территорию все имеются. Это зеленая зона Р-2, зеленая зона общего пользования. Главой города издано постановление об изменении вида разрешенного использования данной территории на сквер. Так что все документы на освоение данного участка как сквер имеются. Вот такие планы у нас в городе имеются. Я думаю, что поэтапно мы тут сотворим хорошее место отдыха. Парк получится большой и даже сложный партерного типа. Здесь несколько выходов, масса тропинок, дорожек и спусков. Отсюда можно попасть на Пластунскую. Проект этот, скажем, уже практически готов. И, честно говоря, уже мои коллеги по партии «Единая Россия» приступили в некотором плане к его исполнению. То есть уже готовятся эти земельные участки, имеется в виду очищаются. Там много работы. И поэтому весь апрель месяц наши единороссы активно подключаются и принимают активное участие в строительстве этого парка. Это будет начало хорошего, прекрасного дела, прекрасного партийного проекта. Тропинки, а вернее целый Теренкур здесь появится уже в начале лета.